Вополись мне афоризмы, в публикации так называется, очень много афоризмов о любви. И ты, конечно, захватываешь, начинаешь читать и становится скучно. И я невольно написал об этом обо всем. Боже, кто насобирал эти тусклые афоризмы о светлой любви? Но, слава Богу, среди неудачников, желчных, вроде Хемингуэя или Моэма, или глупого, как всегда, Фрейда, есть и жемчужины, гений, но мало. Мольеф. Как-то затесался его мысль, хотя и банально, но у нее есть кениальный поворот. Среди вечных вещей любовь более всего коротка. Вот приятно, что он ее относит к вечным вещам. В финале я поместил афоризм своей бабушки по материнской линии. Он мне нравится более всего. А также афоризмы, вспомнившиеся мне по памяти Пушкина. А вначале даю свое стихотворение, чтобы смягчить этот поток уныния, цинизма большинства авторов, так и не познавших любви. Над цивилизацией, над пространством, над временем, если бы оно было, так тонко и прозрачно парит птица. Друг мужа всегда враг жены. Магдалина самозванец. Я даже не понимаю этого. Друг мужа. Всегда враг жены. Но он враг жены, если жена мешает их дружбе, понятно. А если он ее, так сказать, защищает, ее очарован, то он, возможно, ее любовник. Так думает Магдалина самозванец. Или он готовится быть ее любовником. Ну, в общем, этот афоризм ничего не дает. Потому что каждый человек, можно сказать, находится в этом состоянии, что он готов быть чем-то там любовником. В девяти случаях из десяти любовник и жены больше всех ненавидит сама жена. Честертон. Почему? Ну, что она его ненавидит за то, что он разрушает ее дом, ее семью. Разрушает. Или что он все-таки не отдается ей, не отдается ей полностью, ей не принадлежит. И она ему полностью не принадлежит. И поэтому она его ненавидит. Все это, опять-таки, туманно. Туманно. Поскреби любовника, и ты найдешь врага. Дороти Паркер. Почему? Ну, да, как бы начинается соревнование между мужем и любовником. И они, узнав друг от друга, тут все же начинаются быть врагами. Ну, в общем, это... Зачем его скрести? Непонятно. Глупая афоризма. Зачем скрести чего-то? И так ясно, что враги. Любовь – это эгоизм вдвоем. Перефразированная жарменда сталь. Любовь – это эгоизм вдвоем. Ну, почему эгоизм? Это просто любовь. И у них есть свои дела, они имеют на это право, почему эгоизм это. Любовь – это взаимное святотатство. Кароль и Жиковский. Ну, это совсем непонятно, как это взаимное святотатство. Любовь – это попытка мужчину удовлетвориться одной единственной женщиной. Поль Жеральди. Тоже. Все это как-то мелковато. Любовь – это краткий промежуток времени, когда лицо противоположного пола точно такого же мнения о нас, как о мы с Адми. Магдалена самозванец. Ну, в общем, дальше мне становится скучно. Читать я больше не буду, кроме тех, которых я выделял, как наиболее интересные. Любовь – это все. И это все, что мы о ней знаем. Эмили Диккенсон. Это Эмили Диккенсон, по ЭКС я много стихов переводил, поэтому я не рад был обратить внимание, что они хорошие афоризмы. Так, ну вот Грэм Грин, вроде бы известный писатель, а что он говорит? «Любовь выдумали турбадуры в XI веке». Но все это как-то мелко, плохо. А вот Эрнест Хэмингуэй тоже прославленный писатель. Какие глупости, говорит. Если двое любят друг друга, это не может кончиться счастливо. Какая глупость. Так, ну что еще тут есть интересное? Хичкок, как всегда, все о том же, об каких-то ужасах. Я всегда говорил, что женщина должна быть, как хороший фильм ужасов. Чем больше места остается воображению, тем лучше. Вот Давид Бурлюк записался. «Кто не забудет своей первой любви, не узнает последнюю». Это какая-то загадка прям. Причем здесь первая любовь? Почему он, если будет помнить все время первую любовь, то он не узнает последнюю? Ну, значит, как бы он останется в браке с первой любовью, и тогда ему не понадобится последняя любовь. Как это все очень тяжело сказано. Понять невозможна загадка. А вот Мольер. Из всех вечных вещей любовь длится короче всего. Ну, вот тут игра интересная с вечными вещами. Да, вот Аскара Альт. «Между капризом, увлечением и любовью до гроба. Разница только в том, что каприз длится несколько дольше». Вольтер. «Достаточно было одному мужчине влюбиться в женщину, чтобы мир стал таким, каков есть?» Это мне нравится. Ну вот, я сюда внес, значит, афоризмы Пушкина. «И нет истины, где нет любви». И второе. «Он так любил, как в наше лето уже не любит. Как одна безумная душа поэта еще любить осознанна». И последний афоризм – «Любовь – это искусство». Это афоризм моей бабушки по материнской линии, Мария Яшкова. Да, и одна читательница, тотчас же выделила свой афоризм, и вполне приличный, она написала «Любовь – это вдохновение». И я тоже его включил в этот длинный список. Мне кажется, это неплохо. Действительно, любовь, она вдохновляет на подвиги.